Доброе утро! Сегодня я хочу вас ознакомить с прекрасным растением фуксия. Многолетние растения, которые имеют период отдыха. То есть в весеннее-летнее время оно прекрасно растет, радует нас цветением, а в осенне-зимнее время, то есть с октября и по декабрь, оно отдыхает, и поэтому мы его ставим в более прохладное помещение. Фуксию формируют двух видов. Это формирование ампельного куста, то есть это вот такая ниспадающая форма. И также мы можем сделать еще мини-дерево, то есть это штамбовая форма. Мы берем череночек, в данном случае черенок, который вот в апреле месяце так вырос, в февраля. И для ампельного растения мы обрезаем точку роста. Вот точка роста обрезана, это растение будет вот таким вот ампельным. Такое растение мы хотим сформировать как растение штамм. Мы снимаем точку роста. Срезаем ее аккуратненько под углом. После точки роста мы смотрим растение, просматриваем и понимаем, что вот это идет шапочка, то есть штамп это шапочка и древесная основа у растения. И снимаем боковые ненужные побеги, которые мешают стволу. Вот сейчас обрезаю я боковые побеги, ненужные, и снимаю листики. Вот мы и видим уже сформированное растение, молоденькое, которое со временем, а то есть это где-то июль-август месяц, в течение двух-трех месяцев стволик начнет древеснеть. Превращаться в такое небольшое растение с шапочкой из цветущих таких вот ампельных растений. Белокрылка и серая гниль это то, что повреждает чаще всего фуксию. И мы иногда используем фунгициды или гербицид. Поливаем растение весной и летом очень обильно. В весеннее-осеннее время также можем опрыскивать. Поздней осенью и зимой мы только опрыскиваем. Сегодня я вам рассказала о таком растении, как фуксия. Очень красивом и ярко цветущем растении. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова